Книга «Открытым оком», том 12, тема «Вера», вопрос 2609. Есть ли разница между Богоявленской водой 18-19 января и Рождественской 6-7 января? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Церковники делают очень большое различие, но не все, а некоторые. Тут и агиасма, действие которой якобы ограничено несколькими часами, и пить ее нужно натощак, здесь и видение, и проявление от воды. Лично мое мнение такое, что разницы нет никакой. Та и другая освящена, всюду присутствует благодать Духа Святаго по вере принимающих. В Израиле были разные жертвы и за грех, и по обету, и за очищение. Но истина во Христе все соединила в одно и превысила древнее несравненно, возводит на небо. Нельзя спорить о величине чуда по насыщению хлебами, где больше, на пяти хлебах или на семи. Отсюда сразу же выходим на старобряческие просфоры, на семи или на пяти служителю тургию. Также можно спорить, где вода была более целебная, на источнике Силаамском или в Вифезде. Везде Бог и Егова, и везде его одна и та же рука, в малом и в большом, и ничем одно от другого не отличается. Вопрос потому и задан, чтобы пропустить меньшее и получить кажущиеся большие. 1 Коринфянам 1, 12 «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». 1 Коринфянам 12, 6 и 11 стихи И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Испытанное средство от болезней и даже признанных совсем неизлечимых, дарует шевелюру лысым и облезлым, кажется и тем, кто пережил кончину. Такого снадобья, конечно, нет в продаже, их рекламируют бесстыдно фармацевты. Какой-то гадостью глаза тебе замажут, копеечный добавив антисептик. Букеты сельских, городских болячек сумели к нашей хижине пристать. К полста годам ты развалюха, кляча, в обжорство сброшенное с высоты поста. Истратились мы в суе и напрасно, давление скачет, астма допекает, опресники забыли, отравлялись квасным, и так ни день, ни год, а многими веками. И, наконец, при полноте времен, при ощутимой тьме, когда мрак огустел, чужой к Иисусу подведен осленок, и Бога-человек на эту тварь воссел. Христос, наш врач, целитель и хирург, подрезывает, кровь пускает к месту. Разбойник распит с ним, но оживает вдруг, три дня неполных, и могилы треснут. Он исцеление души и телу дарит, и спорить не о чем, одной молитвой, даром. Засохший взойдет, растет, как на опаре, жизнь возвращает молодым и старым. Испытанный в прошедшие века, воспринятый живущими доселе, не оскудела у него рука, со дна могилы в царствии поселит. Не верьте знахарям и диким шарлатанам, не смогут удалить последствия греха. День воскресенья оправданным настанет, заменится на новые дырявые меха. 06.02.2005 год. Игнатий Тихонович Лапкин Тихонович Лапкин